Всем доброго времени суток, друзья, гости, подписчики канала. Сегодня у меня рубрика «Год спустя» на обзоре палка от китайской фирмы Синайт. Это такой же довольно известный бренд под названием «Рапира». Палка-спиннинг. Длина его. Ну, рапира и есть рапира. Длина 2,40. Это тревел-версия, это четырехчастник. Ну, скажем так, бюджетный сегмент, поскольку на момент покупки мной он стоил порядка 36 копейками долларов. Вот сейчас, как обзорить её, условно говоря, год спустя я зашёл. Она сейчас стоит 24 доллара 61 цент. Есть два варианта, я имею в виду курковый, бескурковый. В длинах имеется 1,68, 1,82, 1,10, 2,40, 2,70 и 3 метра. Значит, у меня уже был, как бы, обзорчик на неё год назад. Больше, уже полтора года, наверное. Больше, да. Ещё летом позапрошлого года, когда вот она у меня только появилась, мы вышли на рыбалку. Я, к сожалению, ничего не поймал. Но, в принципе, как бы, своё представление о палке сделал. Уже камеру выключил. Совсем забыл сказать, что палочка эта бюджетная. А до 30,000 долларов стоит. Поставил я на неё сустейна 4-тысячного. Вот так она выглядит. Очень даже симпатично. Повторюсь, это тревел-версия. Я, конечно, уже и побросал. Но, тем не менее, вот, как говорится, свежее впечатление. Значит, сейчас под нами приблизительно 9,5 метра. Бросил я на 12, на 14. Бросил 15 грамм. Тест у неё 15,45. Вот. Вот, приманочка достигла дна. Я вам скажу следующее. 15 грамм для этой палочки, ну, маловато. Либо надо очень идеальные условия. То есть, можно ей работать, допустим, на рукошняке. Равномерной проводкой, протяжечкой. Твичить, естественно, по вавлерам это можно будет. Но 15 по джигу плюс приманка. Это мало. Строя она очень быстрого. В общем, 28 грамм. Вот уже, не знаю, видно, нет. Покажи вот здесь. Уже чуть-чуть нагрузился кончик. Палки, да? Видно, да? Вот. Сейчас я её заброшу. Я вам скажу свои впечатления. Бросаю недалеко, поскольку, повторюсь, глубины здесь очень даже приличные. То есть, здесь глубина вот туда, куда я бросил, это 14-16 метров. Видите, сколько падает 28 грамм. Вот, 28 грамм уже отрабатывает и кончик. Ну, и слышно отыгрыш в руку. То есть, если нет сумасшедшего ветра, попутно этой, подрыв идёт вообще без всякого провала. Очень даже интересно. То есть, повторяюсь. У меня есть ещё одна китайская ополчонка. Вот. Не помню фирму, но она у меня на обзоре была. Вот. С тобой, помнишь, мы с тобой были на рыбалке, тестили её. Вот она намного мягче. Это реально вот жёсткая такая палка. Вот сейчас возьму. Покажи, Ле. На потрях. Это реально такой колышек. Вот. Сейчас поставим мы сразу 45 грамм, чтобы не выёживаться. Это её верхний диапазон. Так, поставил 40-код. Я этой палкой побросал, только не здесь, в другом месте. Это сюда мы ушли от ветра, чтобы можно было снять видео. Так, вот смотрите, как уже нагружается 40 грамм. Это, можно сказать, ничего для неё. Согласен, Олег? Да. Шикарный заброс. Петит за горизонт. Падает. Далеко заброс. Там вообще яма. Вот. Ну, без проблем. Без проблем. Это уже и в руку. Сейчас попробую показать подрыв. Что она не валится. Из всяких проблем подлетает. То есть, очень даже ничего. Значит, 45 грамм она железно отрабатывает. Она отрабатывает и больше. Вот. Как тебе внешний вид, Олежек? Ну, красиво. Красиво. К чему я веду? То есть, что на этой палке зимой будет ловить гораздо комфортнее, чем, допустим, на какой-то другой, на который очень манюсенький раненый. То есть, обмерзать колечки будет гораздо меньше, чем здесь. Чехольчик. Вот её. Не из туалетной бумаги. Нормальный такой, как же он, оксфордский материал. Попробую в руке. Ну, это не то, которое порвётся, знаете, на второй рыбалке. Это однозначно. Вот такая вот малюточка. Как тебе, Олег Валерьевич? Понятно. Ты, вот ты же дальнобойщик. Вот в Европу ты поехал с такой палкой? Ну, да, как вариант. Вот. Значит, по тесту она от 15 до 45 граммов. Да, кстати говоря, весит она, я её взвешивал, 160 граммов. Учитывая, какие здесь мощные соединительные шпиготы, как они подогнаны, а подогнаны очень хорошо. И в первые разы было сложно слаживать и разваживать. Вот. В принципе, эта палочка, сейчас вам напомню просто и себе, там 60 сантиметров, я уже не помню, сколько она. 66 сантиметров транспортная длина, 160 грамм. Значит, рукоятка под пробку. Это не пробка, это так называемые обои. Сверху такая тоненькая, как бы, как обоина мы называем. Внизу такая мягкая евка, этилен, винил, ацетат. Вот. Очень мощный коммель, очень мощный. Но она и позиционируется, как Райпер Спин 804 МХ. То есть, далеко она не ультралайтовая. У неё усиленные вот трёхлаповые кольца, так называемые New Concept. Вот. То есть, как бы, антизахлёстные. Здесь старая концепция по карте колец. То есть, это не короткий конус, это длинный. То есть, вы, собирая палку, смотрите вперёд, и вы видите от первого конца до тюльпана. В более, скажем так, ну, в общем, есть другие концепции и карты колец. Когда конус короткий, я считаю, что это немножко лучше. Да не немножко, а лучше. На мой взгляд, субъективный. Чем вот такой вот длинный конус. Это когда вот первое кольцо, потом второе, третье, потом чок, и идут раненые. Все одинакового размера. Тут не так. Тут оно всё идёт по... Смотря как, смотрите, из входного кольца по убывающей. И встречаемся в тюльпанчике. Вот. Тюльпан тоже, вот можете посмотреть какой. Он антизахлёстный. Нормальный, качественный. То есть, в принципе, в принципе, за 26 долларов, учитывая, что это, повторюсь, это тревел-версия. Это не версия, скажем так, ну, которую вы выбираете, там, на каждый день, там, туда-сюда. Это вот удочка для путешествий. Рюкзак, велосипед, машина, даже в чемодан. Нормальный чемодан, она влазит без всяких проблем. Если лететь самолётом, она не сдаётся в ручную кладь. Вернее, не сдаётся в багаж. Она может пройти в ручную кладь, если у вас там есть ручная кладь. То есть, это тот инструмент, который можно возить с собой. Он не... Немножко... У меня уже грязненький. Она не, скажем так, ну, нет. Она как бы нормальная для своего теста. Учитывая, что 15 грамм по низам, это, ну, не совсем так. Я бы 15 грамм вообще бы не ставил, поскольку заброс надо вкладываться хорошо. Она практически не нагружается 15 граммами. Можно ловить, но вы будете отслеживать её по провисанию лески, плетёнки и так далее. Я бы сказал так, более честный тест, это грамм от 22, а лучше от 25. Вот 20... Вот где-то, ну, понимаете, да, это мои личные. У каждого может быть по-своему. У каждого по-своему. Но вот я бы назвал так. 22 плюс. Вот это вот её нижний предел. По поводу верхнего предела я его не достиг. Вот что я почувствовал, что хватит. Максимально я пулял 60 грамм. Это 50 с лишним плюс приманка. Нормально. То есть, как бы, работать можно. Вот. По воблерам кричит тоже без проблем. То есть, палочка такая, я бы сказал, универсальчик. По поводу того... Ну, я вставлю там, я не знаю, в каком моменте кадры, да, стоят, ну, первоначального моего, как бы, можно сказать, обзора. С воды. Там были не совсем идеальные условия. Больше я не снимал её, но как бы рыбачил и рыбачил. Вот. То есть, если вот вам условия нужны такие, да, где у вас стильная тека, вы используете веса, ну, скажем так, 40 плюс, да, это как бы без проблем. 40 летит за горизонт, что ощущается нормально, и в руку тарабанит, и по кончику тарабанит, где хотите тарабанит. Вот. 30 тарабанит, скажем так, нормально. 40 вообще идеально. Вот я говорю, 45, это, я бы не назвал это её верхним тестом. Ну, скажем так, до 60 грамм. Больше я просто не это самое. Ну, у меня не было необходимости. Может, она вытянет и больше, скорее всего, да. Ну, смотря каким забросом. Ну, повторюсь, вот посмотрите, какие шпиготы у неё. Во-первых, они длинные. Они хорошо садятся. В том смысле, что они не садятся там, ну, они не совсем глубоко, но и не мелко. Вот видите, нормально. То есть, здесь очень хороший шпигот. Она в этом месте практически не будет гнуться. Точно такой же шпигот следующий идёт. И следующие. Они не коротенькие, они такие хорошие, мощные шпиготы. То есть, палка рассчитана на хорошие нагрузки. И действительно, вот такая вот, ну, кондовенькая, я бы так сказал. Может быть, я бы не ставил сюда трёхлапые кольца, потому что вот это вот сильно добавило ей весу. И сюда поставить, ну, однолапые, ну, производителю всегда виднее. Может, кому-то нравится вот это. Может, кому-то нравится там в лодку закидывать. Знаете, вот как американцы любят. Вот. Без подсак, без ничего. Так за шкирку лодку вытянул и бросил. Поэтому вот они любят такие палки. В принципе, G-HitVich у неё растёт хорошо. По калиблу, я бы тоже сказал так, ну, грамма от 20-25. По калиблу она, конечно, там же не надо как бы отслеживать какая-то чуйка. Игру она передаёт. В принципе, нормально. То есть, вполне себе хороший инструмент. А учитывая вот эти вот 26 с небольшим долларов, долларов на сегодняшний день, я бы сказал, очень даже интересная палка. За эти деньги мало чего можно найти, как бы. Хотя, может, я особо там не рылся. Может, сейчас китайцы и завалили рынок. Просто ситуация в моей стране складывается так, что сейчас не до палок и не до рыбалок и до всего остального. Но, тем не менее, за такие деньги пойдёт. Я не скажу, что это суперстар, суперзвезда. Но, повторюсь, учитывая, для чего она предназначена, а это тревел-версия. Условно говоря, если будет такая необходимость, к примеру, к примеру, и вам захочется половить карася на пружину, я думаю, вы сможете это сделать. Ну, может быть, не вот такую гулю при кормке туда цеплять и бросать там 120 грамм. Ну, скажем так, поставить флетик 60-граммовый и пульнуть. Это пульнёте за самый горизонт. Хотя, всего 2,40 длины. Всего 2,40. Вот. Видео меня попросил там один человек. Говорит, хотелось бы увидеть в сезон спустя. А вот вам полтора года спустя этой палки. Учитывая, что 26, я бы её и сегодня взял. Наверное. Пусть будет. Хотя у меня есть тревел-палки гораздо дороже. И, скажем так, более-более... Я бы не сказал лучше, они просто, ну... Даже не знаю, как сказать. Сказать элитнее, так они тоже там не супер дорогие. Я не знаю. В общем, короче, у меня есть чем сравнить. Это не кака. Это нормальный инструмент. Вот как раз вот, когда вам нужно хэви, тяжёлые веса, когда вам нужно вот в дорогу. Палка нормальная. А по цене так вообще огонь. Надеюсь, вот кому-то полезно было. Кусочки видео вставлю. Ссылку на палку вставлю. Хотите, возьмите. Хотите, не возьмите. Решайте самостоятельно. Меня спросили, я своё мнение сказал. Всем мира, добра. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok